Итак, дорогие друзья, всем привет! Начинаем урок. Уже у нас 54-й урок, прям двигаемся вообще, двигаемся с дикой скоростью, с дичайшей. Просто, да, на сацкой нельзя сказать скоростью, потому что вот так. Так, хорошо, дорогие друзья, все, значит, 8-я глава, открываем 8-ю главу, притчи. И кто у нас пришел? Кто первый приходит? Кто первый пришел? Так, кто пишет, чтобы время видно было. Все, Яков Шатадин у нас, бессменный Яков Шатадин, лидер портала ВАИКРА, он директор портала ВАИКРА. Кстати, дорогие друзья, если вы хотите действительно выполнить самую важную заповедь, которая только есть, это помогать распространению знания о Боге, то есть приближать людей к Богу, то портал ВАИКРА, мы как раз и сделали. ВАИКРА переводится и Возвал, Бог Возвал. И мы стараемся дать место, платформу всем людям, которые хотят именно рассказывать про Бога, приближать к Богу. И те, которые хотят в этом помогать, становятся как соучастниками. Можно помогать деньгами, можно технологиями, то есть если у кого есть там какие-то предложения, как улучшить портал ВАИКРА, то обращайтесь к Якову Шатадину и как минимум то, что вы можете сделать, это делиться интересными статьями и уроками, то есть распространять Божественный Свет в всеми возможными информационными каналами. Это очень важная заповедь учиться и обучать и именно нести свет, то есть чем больше Бога будет в этом мире, тем лучше будет этому миру. То есть мы с вами как бы берем и соединяем материальный мир с Богом. Это очень круто, полезно, нужно и ВАИКРА это прямо платформа, место для этого, инструмент. Все, так что помогаем ВАИКРА. И Яков Шатадин, Яков Шатадин, значит, чтобы Бог дал ему здоровье, силы, потому что он самоотверженно борется за каждого подписчика, за каждого зрителя, за каждого РАВА, который у нас, ну там, пишет. То есть молодец. Значит, 15-е, 15-е, и Влад Косов, Влад Косов это наш редактор, он тоже к нам приходит сюда, он редактирует все статьи, ставит картинки, то есть он технически руками, Влад, он именно тоже помогает, помогает тоже, чтобы ему было, как говорится, Яшар Коах, чтобы была у него прямая сила, так желают. Итак, а мы сейчас находимся на 15-м отрывке, в котором царь Соломон от имени Бога, от имени Бога он рассказывает, как работает Тора. И в 15-м отрывке он говорит, би во мне, в Торе имеется в виду, би млахим им лоху, во мне цари будут царствовать, во мне цари будут царствовать, шалом всем. Значит, это в Торе, нет, это все в Торе, это Тора, Тора знания, божественное знание, которое началось с глава, вот Этан подсказывает. Глава начинается с того, что хохма идет с неба от Бога, дальше эта хохма в головах тех, кто ее получили с помощью бины, она превращается в выводы. И эти выводы уже приводят людей к даату, к постижению реальности, то есть реально складывается из того, что я принял от Бога правила, да, или не принял от Бога, но все равно есть какие-то у человека правила. Дальше у человека есть бина, где он строит, создает из этих правил какие-то выводы логикой своей, и дальше у него есть даат, даат это познание, то есть даат складывается из того, что я воспринимаю из внешнего мира, из того, что я строю из внутреннего мира. И в итоге у меня получается восприятие того мира, в котором я потом и живу. То есть я взял, еще раз давайте, смотрите, если я взял хохму, божественное знание, что такое хорошо, что такое плохо, дальше я биной сделал выводы, как этим пользоваться, кто-то сделал выводы, что да, я там в это верю, кто-то делал вывод, нет, я в это не верю, кто-то говорит, я по понедельникам верю, по вторникам не верю. Это бина, это он делает выводы. Дальше на базе моих выводов из хохмы, из аксиом и входящей информации формируется, это называется даат, восприятие мира. То есть я создаю тот мир, в котором я дальше существую. Я его боне, я его строю, а материалом являются аксиомы и входящая информация. И в итоге у меня складывается картинка, которую я эту картинку воспринимаю, как мир. Понятно. Теперь царь Соломон, он продвигает, Шлома Мелак, он продвигает, он говорит, что не можешь ты пройти через этот жизненный путь, не имея вот этих аксиом от Бога. Потому что если ты действуешь, исходя из неверных предпосылок, то тогда и выводы твои всегда будут неверные. То есть ты можешь очень классно, красиво действовать, то есть ты можешь очень быть сообразительным. Но если ты, у тебя исходные предпосылки неверные, то ты все равно будешь все время оказываться в какой-то, ну не в той ситуации. И он продвигает вот эту вот хохму божественную мудрость, он говорит, парни, возьмите эти аксиомы, не проиграйте. Как он в Каэлите, он нам доказал, что все это эволевелим, все это суета-сует. И он говорит, совдавар, в конце концов, околь не шма, все понятно. Бога бойся, это латим и рад, зацепись за Бога. То есть если все равно ты боишься, так бойся Бога. Зачем тебе бояться много разных факторов? Смерти, болезни, голода, предательства. Бойся Бога. Уже хочешь бояться, бойся только одного Бога. От митцвата в шмор, заповеди его соблюдай. То есть все равно ты живешь по какой-то системе координат. Или по системе координат папы, мамы, президента, коммунистической партии. Так лучше уже, будь проще. Бога бойся, заповеди его соблюдай. То есть всего из 77 повелевающих заповедей, 178 запрещающих заповедей. Все. Простая, простейшая система от Бога, Бога создателя мира. Заповедь его соблюдай. Тизе, коли Адам. В этом весь человек. Для этого человек был создан. То есть он не создан ни для чего другого. Все остальное бессмысленно разрушится. Пустое. Везде есть обратная сторона. Здесь обратной стороной является вечная жизнь и внутренний покой. Все. Значит, это царь Шламу вот эти нам дал, дал нам, как бы в конце Куэлита дал нам установки. А здесь он нам в Мишле, он эти установки, он разъясняет. И в 15-й отрывок 8-й главы он говорит, би в Торе, млохим и млоху. То есть по вот этим правилам, которые есть в Торе, цари будут царствовать. Вы разним и хакику цедек. И разним. Разним это знающие тайны. Они и хакику это как бы установят законы справедливости. Значит, сейчас у нас нет царей. То есть царская власть как бы прекратилась. Нету царей. Раньше было как? Есть в Торе набор правил. Есть в Торе ключевые фигуры, эти пророки, да, которые получают от Бога из духовного мира, получают информацию. Но Бог сказал, Тора неизменная, Тора не изменится. Вот эти правила основные не изменятся. Внутри Торы пророки могут получать какие-то разъяснения, какие-то установки. Он может знать там, кто-то ключи потерял раньше, пошел к пророку. Где мои ключи? Пророк такой. Вот они там лежат. Ну, к примеру. То есть пророки, они просто имели доступ к духовной информации. Теперь цари. В этой системе Бог установил царь. Это человек, которому Бог дал силу и власть, значит, вплоть до того, чтобы давать там смертные оказывания, для того, чтобы сохранять, сохранять, как сказать. Вот есть Мишна Пертьевод, она говорит так, что Молись за шалом царства. То есть, чтобы с царством было все хорошо, чтобы была сильная власть. Аль-Маламура, что если бы не страх перед властью этой, да, Иш-Этреу Хаим-Балау. Человек ближнего бы своего съедал бы живьем, живьем бы глотал. Все разговоры про свободу, это обман. Потому что как только ты даешь свободу, тут же вылазят вот эти вот люди, злодеи, маньяки и педофилы. И они начинают эту свободу использовать для того, чтобы, это самое, да, кого-нибудь ущемить, да. Они кричат о свободе, свобода, свобода. Выходят эти все левые социалисты, да. А потом они громят Париж и жгут машины и бьют магазины. Где же это, что это за свобода такая, что ты приходишь к другому свободному человеку и рушишь его машину, не зная, кто он такой. То есть, он тебе ничего плохого не делал. Что это за свобода такая, да. То есть, человеческая природа, она не терпит свободы. Потому что как только ты отпускаешь на свободу животную сущность, она начинает все крушить и рушить. Поэтому царь, это такой элемент был в системе управления мирозданием, которому Бог дал право наказывать людей без суда и следствия. То есть, но опять же, речь шла о праведном царе, которому вот эти вот разним знающие тайны люди, он должен был себя окружить вот этими мудрецами, знающими тайны. И они его должны были, ему должны были и хак и ку устанавливать ему законы справедливости. То есть, ему дали законы справедливости. Вот яркий пример, что такое царь. Значит, царь Давид, это ярчайший пример, от него пойдет Машех. То есть, царь Давид, это тот царь, от которой подготовил строительство первого храма, папа царя Соломона, и от которого пойдет род Машех, который уже спасет, ну, то есть, который спаситель, да, Машех, который мир переведет на следующий уровень. Царь Давид, вот просто, чтобы было понятно, кто такой царь. Значит, к нему приходит пророк Натан, и ему рассказывает историю, пророк к нему приходит, а была, помните, я вам рассказывал уже несколько раз эту историю, как царь Давид попросил у Бога, говорит, почему ты называешься Бог Абрама, Бог Ицкака, Бог Якова, и не называешься Бог Давида? И Бог ему говорит, потому что их я испытывал, а тебя нет. Посмотрите эти уроки, это супер история. Вообще, самая такая моя любимая история, которая показывает, как Тора работает. Вот есть Раби Акива, ключевая фигура, есть царь Давид с этой историей про Батшеву, про рождение царя Соломона. В этой истории концовка, что к нему приходит пророк Натан, и ему говорит, то есть, царь Давид, он не прошел это испытание, он не выдержал испытания, как выдержали праотцы Абрама, Ицкака и Яков, он не смог. И к нему приходит, он там ходил вот так по краю пропасти, и в итоге он там, ну просто, ну получается, что он как будто бы нарушил там самые страшные законы, которые только есть, пытаясь при этом выполнить волю Бога. То есть, в этом было испытание. К нему приходит пророк Натан в конце, ему говорит, у меня есть к тебе пророчество от Бога. Значит, был бедный человек, был богатый человек. У богатого было много овец, у бедного была одна овечка, он эту овечку любил, она в семье с ним жила. То есть, пророк рассказывает такую историю. И, значит, и этот богатый, к нему пришел гость. Есть заповедь, заповедь, история, гостеприимство. И он решил этого гостя красиво встретить, но он как бы своих овец решил не резать, а пошел у этого бедного человека, украл овечку, забрал овечку просто. И, значит, ее зарезал, и гостя хорошо встретил. И он спрашивает царя Давида, что с ним делать? Царь Давид говорит, ну что с ним делать? В Торе четко указано, закон есть, что если человек украл у другого человека что-то, он должен вернуть ему награбленное и дать еще штраф такой же, за то, что украл. Если он украл овцу и успел ее убить, зарезать там и так далее, то он за овцу отдает в четыре раза, а если это был бык, в пять раз. Прямо в Торе написано прямым текстом. И царь Давид пророку повторяет этот закон, говорит, но я своей царской властью хочу к этому добавить. Так как я царь здесь, я должен устанавливать закон, да, и следить за тем, чтобы все было установлено. То я говорю, что вот за такое поведение, он богат, у него были свои овцы, а у этого бедные. То есть я как бы, это не просто буква закона, а я говорю теперь как царь. Я говорю, что его надо казнить, чтобы всем было неповадно, так нельзя поступать. Тут пророк Натан ему говорит, а это сейчас, говорит, это была вообще история, просто была иллюстрация, а говорит, это ты, это сейчас ты себя казнил. То есть та мера, которую человек меряет, меряет ему. Потому что тот поступок, который ты сделал, он похож на то, что, ну, на то, что я тебе сейчас описал. То есть, ну, отсюда мы видим, кто такой царь. Царь это человек, которому Бог дал право устанавливать суд и даже казнить много людей, он имел право. И даже мало того, царь не имел права не казнить. Если кто-то, он царя не уважал, а Бог поставил царя, то царь не мог позволить, он не мог простить неуважение к себе. Там, отец может простить неуважение к себе, может простить неуважение к себе коин, даже священник в краме. Царь не имеет права простить. Царская власть, это как власть, царская власть на земле, как власть на небе, да, то есть это параллель. И то, что сейчас нет вот этой вот царской власти, а есть чистый хаос и то, что называется демократия, это чаще всего обман, воровство и власть это такая, ну то есть понятно, что это за власть. Еще раз, как должно быть, он говорит, Тора установила законы, в этих законах есть место для царя, вокруг царя должны быть мудрецы, которые должны ему установить царю, объяснять законы по справедливости, справедливости, честности. Это идеальная картина, так должно быть. Теперь, дальше, шестнадцатый отрывок. Опять повторяется, вот это слово цедек, это справедливость, значит, в Торе есть также для царим, царим это цар, это министры, для министров есть описание, как они должны управлять, то есть все прописано, и для министров есть система, по которой они должны управлять, и надевим коль шофтей цедек, и надевим это те, которые люди дают, значит, дают, они должны все судить по справедливости. Здесь есть интересная история, вот началась, вообще, в принципе, катастрофа, можно сказать, мира, такая серьезная, да, началась, это была Первая мировая война, Первая мировая война, и дальше пошла, разрушилась Европа, потом это все было, возник Советский Союз, коммунистический режим такой, атеистический против Бога, потом, к следующим этапам возникли нацисты в Германии, да, и дальше Вторая мировая война, вот этот взрыв, в котором погибли, представьте, вот просто совсем недавно погибли, там, называют цифры, от 20 до 40 миллионов человек, вообще всего, представляете, это люди, которые, ну вот, мы сейчас читаем, там, если газеты, кто читает, или там, новости, убили одного, убили второго, убили третьего, а то были убиты 40 миллионов человек, 6 миллионов евреев было убито, из них полтора миллиона детей, только за то, что они евреи, были убиты просто страшно, их убивали руками местных жителей, просто разрешили убивать, и люди превращаются тут же в, в, я хочу верить, ну, я верю в то, что это были не все люди, да, но какая-то часть, какая-то часть из людей превратилась в нелюдей, да, вот те, которые принимали личное непосредственно участие в убийстве полтора миллиона людей, детей, просто за то, что они евреи, это не люди, их нельзя назвать людьми, это, это хуже, чем животные, то есть, животные для них, это, это вершина вообще доброты и святости, да, те люди, которые могли убивать детей, закапывать их живыми в землю, они даже людьми не могут называться, и это было всего лишь, там, 70 лет назад, представляете, миллионы, 40 миллионов людей, то есть, после этого читать какие-то новости, упал автобус в пропасть, в нем, там, разбилось 10 человек, 10 человек, а то за, там, 5-7 лет 40 миллионов. С чего все началось? Началось все с того, что в, как бы, есть народ священников, еврейский народ, который должен жить по Торе и должен прямо демонстрировать, вот, написано в Торе, что если вы будете жить по Торе, по справедливости, по честности, по и так далее, посмотрят на вас все народы и скажут, вот так надо жить, вот если этот народ соблюдает все, что Бог сказал, мы тоже хотим так жить. Но ситуация была не очень такая, и как-то в России была черта седлости, и потом ввели такой закон, что еврейских детей нужно было с 12 лет забирать в армию, на 25 лет, представьте, на 25 лет их забирали в русскую армию, и было на каждую общину наложено количество детей, которые должны были забрать, и забирали не с 12 лет, а еще была подготовка до 12 лет, нужно было, то есть забирали иногда 8-летних детей, забирали в эту русскую армию, ну, на 25 лет, или уже, получается, если 5 лет еще подготовки, на 30 лет, все. То есть и устанавливали на каждую общину должно было идти такое-то количество детей. Значит, как было бы по-честному? По-честному было бы, вот есть количество детей всего в общине, вот берется жеребий, то есть в Торе очень четко еще Машер Абейну сказал, что в ситуациях, когда надо сделать выбор, и, ну, то есть нет четких критериев, все делается только жеребием, да, с неба. По-честному нужно было делать по жеребию. Есть уже отдавать детей от еврейской общины, но те, у кого были деньги, подкупали руководители общины, или там и так далее, и забирали детей бедных, сирот, отдавали детей, ну, а детей богатых выкупали. Есть книга «Чтоб ты остался евреем» Рависка Зильбер, она начинается с рассказа, как про его дедушку, как там кантонисты, как был мальчик, его забрали у мамы, он был единственный сын, мама умерла тут же от горя, там, ну, страшные вещи творились. И Раби Сроэль Салантер, один из великих раввинов того времени, он рассказывает про него такую историю, что он как-то пришел в один город на шаббат, и он на шаббате узнал, что в этой общине вот сделали такую вещь, что забрали там какой-то вдовы, забрали ребенка и отдали вместо сына там богатого такого-то. В общем, и он, это была суббота, он встал, вышел из синагоги, дошел до края города, в субботу можно отходить только на 2000 шагов, на 1000 метров, нельзя выходить из города. Он подошел к границе, он говорит, я в этом городе не останусь, этот город, это страшные люди тут живут, грабители, все. И прямо в субботу, то есть они поняли, какое они сделали преступление, они там выкупили обратно этого ребенка, поменяли, ну, то есть как-то они что-то сделали, но если Бог сказал, что я из-за грехов евреев, из-за беспричинной ненависти друг к другу разрушил свой храм и отправил их в изгнание, чтобы они вылечились от этого греха, беспричинной ненависти друг к другу, да, то понятное дело, что вот такое поведение и было причиной дальнейшего возникновения коммунизма, ну и так далее, и так далее. Значит, как должно быть? Должно быть так, что по Торе есть там все, есть рамбам, пишет сборник Аллахот, да, закона, Мишна Тора, рамбама, там есть законы для царя, законы для судей, законы, на все есть законы, в Торе конкретнейшие законы, и царь Соломон нас предупреждал в 16-м отрывке, что по Торе министры должны судить, ну, министры должны работать, и надевим те, которые люди имеют власть, имеют деньги, они должны судить только справедливо, честно и справедливо. Дальше, 17-й отрывок, значит, 17-й отрывок, все, он такой позитивный, на нем мы и закончим. Кстати, интересно, 17-й отрывок, 17-й человек сейчас в прямом эфире смотрят, и Мария Верджи, hello, тоже, ей тоже hello, прям с сердцем, и они, уави, аэф, значит, и Бог говорит, что тот, кто любит меня, а как мы можем любить Бога? Через Тору, то есть Бог, Тора, это мы как бы разговариваем с Богом, изучая Тору. И Бог говорит, я, те, кто любят меня, я их люблю, то есть любящих меня, но как мы можем любить Бога? Если человек говорит, я Бога люблю, но то, что он говорит, делать не буду, то есть то, что он в Торе говорит, это он не любит Бога, это что-то такое, ну, как бы странное, такой подход, да? Я его люблю, но то, что он мне сказал делать, делать не буду, то, что он мне сказал не делать, наоборот, делать буду, правила его не признаю, но Бога я люблю. Нет, Бог говорит, тот, кто меня любит, Бог и Тора, это одно и то же, Бог и его разговор с человеком, это одно и то же. И он говорит, они уавай эов, я те, кто любят меня, я люблю, в мишахарай имсаунени, и те, кто за мной, те, кто ищет меня, они меня найдут. Где мы Бога ищем? В знании о Боге. Вот давайте на английском это звучит так. Those who love me, I love. Это Бог сказал. Тех, кто любят меня, я люблю. And those who seek me и тех, которые ищут меня, will find me, они меня найдут. Все, они меня найдут. Обречите, обречите. Все, всем удачи, жду ваших комментариев. Три вывода, обязательно. Такие выводы, кстати, интересно, я даже читаю выводы, завидую. Люди такие серьезные выводы делают, что я прямо до такого часто и не додумываюсь. Но я читаю ваши выводы, еще раз повторяю. И очень важно, сделайте три вывода, почитайте выводы других людей, так мы докажем, что мы любим Тору, любим Бога, и с Божьей помощью придет Машеах благодаря нашим урокам. Все, делитесь уроками со своими друзьями, знакомыми. Пусть все, кто ищет Бога, знают, знают, главное знать. Все, пока. Удачи, успехов. Прекрасного дня всем.